Девчонки, всем привет! Это Вероника. Я очень рада вас видеть на своем канале. Давайте сегодня вспомним, что мой канал все-таки бьюти. У меня давно, давно, давно не было макияжей. Сегодня я решила сделать свой вариант такого летнего, сочного макияжа. Мне кажется, я использовала все модные приемы, которые сейчас только есть, но, пожалуй, только стрелки я не использовала. У меня очень яркая виниловая помада, у меня бронзовые смоки, у меня очень сияющее лицо. И с таким макияжем, честно говоря, очень скучно сидеть дома, поэтому монтирую ролик и иду гулять. Макияж сегодня будет очень простой, поэтому я даже не знаю, что описывать здесь, но немножко поболтаю вместе с вами. Я пользуюсь Кушеном или Кушоном от Сифора. Он у меня самый-самый-самый любимый. Он создает очень тонкий слой на коже, абсолютно невидимый. И мне, кстати, нравится наносить его вот такой вот пушистой кистью от марки Диваж. Soft Lips Coupe. Это такие бальзамы для губ. Я их очень люблю. Они на вкус очень приятные, ментоловые, и хорошо увлажняют мои губы. Он у меня еще с того лет держится. Кларенс или Кларанс, я не помню, каждый раз забываю. Это был их лимитированный бронзер. В том году он, по-моему, вышел. Но как-то я им почему-то не пользовалась. А вот в этом году достала и не стала его никому дарить. Подружкам передаривают, потому что он просто божественно красиво выглядит. Он разделен на 4 сегмента, но я просто кисточкой провожу по всем. Мне кажется, очень красиво он смотрится. Напишите, как вам. Слик Хайлайт и Палет. Неоднозначный продукт. Очень много блеска в нем. Очень-очень-очень много. Но для таких вот ярких летних макияжей, таких немножко театральных, то есть с таким вот немного неестественным видом, получается очень неплохо. Плюс она действительно недорогая, и там много разных видов хайлайтеров. Мак Броусет. Как вы видите, он у меня уже абсолютно в таком непотребном виде. Но это из-за того, что я очень часто окрашиваю брови тенями. Но сейчас я этого не делаю. Я не знаю, многие не замечают, многие заметили. У меня сделан татуаж, он уже сделан полгода. Если вам интересна моя история, то напишите под этим роликом, я сделаю отдельный ролик. NYX Dark Circle Concealer. Это то средство, в которое я влюбилась. Единственное его минус состоит в том, что он может немножечко забиваться в складки, если вы нанесли много продукта. А так он отлично перекрывает этот вот синий-зеленый пигмент синячков. Просто супер. Глаза я сегодня оформляю с помощью палетки от Urban Decay. Я подписала все цвета. Макияж очень простой, то есть такой простой, классический. Я даже не знаю, как его начать описывать. То есть светлый оттенок я наношу под бровь и во внутренний уголок глаза. Дальше я буду наносить уже с помощью пушистой кисти такой красивый золотистый бронзовый оттенок, который называется Chopper. Я его наношу на все подвижное веко и также захожу в область складки, то есть практически до вот этого белого высветленного пространства под бровью. Но наносить нужно не шматками, а такой легкой-легкой валью. И уголки глаз я оформляю таким красивым оттенком. Я не знаю, что имели в виду, называю его Y-DK. Но он очень красивый, он более холодный. Но мне кажется, сочетание вот этого такого теплого золотого и холодного бронзового оттенка очень симпатично смотрится. Мое открытие это NYX Wonder Pencil. Вообще, я помню, уже немножко прошли времена, когда мы выделяли слизистую белым карандашом. И если я делала так, то я получалась похожа на инопланетянина. А здесь же карандаш очень симпатичного бежевого цвета и смотрится просто отлично. Estee Lauder Knockout Eyes. Я не очень поняла эту тушь. Судя по описанию, она должна быть такая вот, ну, типа такие божественные, красивые, огромные какие-то ресницы. Я не знаю, ну, типа такой удар, да, то есть такие ударные ресницы. Ну, а получается, что это такая обычная тушь на каждый день. Стоит она достаточно дорого, и я, честно, не могу вам ее советовать. Также я сегодня пользуюсь новинкой от Reflame. Это помада Lip Sensation виниловая такая, есть матовая. А у меня такая виниловая серия. Очень красивый такой розовый оттенок, я не знаю, орхидеи, чего-то такого. В общем, она мне очень нравится. Она достаточно липковатая, то есть именно за счет своей липкости она очень хорошо держится. Но здесь, как говорится, приходится выбирать либо липкость, либо стойкость. Помада стойкая и очень насыщенная. Вот такой получился образ. Большое вам спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам понравилось. Пока-пока!